Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши товарищи! Русская Школа Русского Языка и Виталий Владимирович Сундаков за 2016, 2017 и 2018 годы подготовили и показали на Ютуб-канале 26 больших уроков. Все эти уроки прошли и на других информационных каналах. И множество уроков люди сами рассылали, пересылали своим друзьям и знакомым. Кроме этого, Виталием Владимировичем и его помощниками было организовано много лекций, собраний и бесед в Славянском Кремле. На этих лекциях и беседах побывало большое множество людей. Многие из тех, кто посещал эти лекции и беседы, сами взялись за изучение Русского Языка. И многие люди дали себе труд разобраться в том, что такое Извод. Для этого все они прошли специальное обучение, в том числе там же, в Славянском Кремле. Каждый из этих 26 уроков Русской Школы Русского Языка является просто БАЛОМ Языка. БАЛОМ ЭТИМОЛОГИИ. В них даны происхождение слов. Истории слов. Даны истории их применения и использования. Многое и многое о словах в их значениях сказано впервые. Впервые за многие десятки лет. Даже впервые за две сотни лет. Чего только стоят рассказы о Родине и Отечестве, о Луне, о путях-дорогах, об облаках-пробелах или о камыше-железе. В создании и подготовке каждого урока Виталий Владимирович Сундаков принимал самое деятельное участие. Совместно с Русской Школой Русского Языка он провёл большое множество исследований, в которых пригодился весь его опыт. И пригодились все его знания о людях, о вещах, о природе и вообще о мире. Эти уроки нашли своих благодарных слушателей и среди школьников, и среди преподавателей, в научных коллективах, в армии и у людей-государевых. Все двадцать шесть уроков Русской Школы Русского Языка – это двадцать шесть балов извода. Каждый из этих двадцати шести балов состоит как бы из множества танцев, каждый из которых, в свою очередь, широко и глубоко рассказывает о каком-либо слове, представляет его нам во всей его красе. Большое, огромное спасибо Виталию Владимировичу Сундакову за всю его деятельность и за каждый большой бал. В настоящее время Виталий Владимирович взялся за другую, важную работу. Он продолжает работы по благоустройству Славянского Кремля. Кроме того, он ведёт большую просветительскую работу в Кремле, на других площадках в Москве и в разных городах нашей большой страны России. А мы, Институт Русского Языка Ясна, сегодня подготовили для вас двадцать седьмой урок. Сегодня мы дадим вам, дорогие наши друзья и верные наши товарищи, двадцать седьмой бал. Мы очень надеемся, что он вам понравится. Надеемся, этот бал Этимологии и бал Извода Слов поможет вам разобраться во многих вопросах нашего Великого Русского Языка. Сегодня мы хотим вам рассказать, что такое Тень и что такое Сень. Мы с вами посмотрим сейчас внимательно на слова Тень и Сень и немного развлечёмся… Тень и Сень – слова похожие Тень. Значения этих слов близки друг другу. Написание их отличается только лишь начальной буквой. Но этого вполне достаточно, чтобы их значения были разными. Чтобы объяснить, что такое Тень, нужно посмотреть на Дерево и посмотреть на всё вокруг него в светлый солнечный день. Стоит Дерево… Светит Солнце… Дерево на Землю отбрасывает Тень. Так мы сейчас говорим – отбрасывает Тень. Но мы в настоящее время не очень чётко понимаем, что такое Тень. Дело в том, что есть Тень от Дерева, и есть от него Теневое Пятно. Тень и Теневое Пятно – это разные понятия. Дерево заслоняет с собой от Солнца участок Земли. На Земле от него образуется Теневое Пятно. И контур этого Теневого Пятна повторяет видимый контур Дерева, если смотреть на него из Тени в сторону Солнца. Но Тенью называется не Теневое Пятно, а пространство Между Деревом и Теневым Пятном. Дело в том, что мы сейчас так говорим. Кто-то или что-то находится в Тени. Заметьте, дорогие друзья, не на Тени, а в ней – в Тени. То есть, в каком-то тёмном объёме. Например, я стою в Тени Дерева. Я нахожусь в Тени Высокого Здания. Мы сидим в Тени Виноградника. Слово Тень есть небольшое сокращение слова Темень. А слово Темень есть совсем небольшое сокращение слова Те-и-мень по слогану – Те-и-мень. На Вызводе писалось слово Те-и-мень так – Цфе-я-мень. Или что то же самое – Цфы-и-мень. Вот попробуйте прочитать слово Цфе-я-мень. На третий-четвёртый раз у вас непременно получится просто Те-и-мень. Слово Цфе-я-мень или Цфы-и-мень по правилам сокращалось в слово Цфе-ень. Да, вот такое у него было смешное написание – Цфе-ень. Твёрдые и мягкие знаки стояли в этом слове один за другим. Сейчас таких слов, конечно, нет. И так сейчас слова не пишут. Слово Цфи-ень сейчас и пишется и читается просто как Тень. Да, все эти слова оканчиваются на Ель. Но об этом их окончании сейчас много говорить не будем. Это отдельная песня и долгий разговор. И они не относятся к нашему сегодняшнему делу. Со словами Темень и Тень в одном изводе состоит большое прибольшое множество слов. Например, это слова Тьма и Темница. Эти два слова находятся в естественном родстве со словами Тень и Темень. И не только по их виду, но и по значению. Со словами Тюрьма и Терем немного посложнее. Тюрьма и есть Темница – это другое её название. В Тюрьме, во всяком случае, раньше было темно, и Света мало, да и на душе темно, безрадостно, в общем, Тьма. Раньше считалось, что наказание нужно отбывать в темноте. В темноте, так считалось, лучше думается. Ничто не должно наказанного отвлекать от раздумий о смысле жизни. А в Тереме темно потому, что раньше в Тюрьмах на самом деле было темно. Терем – это помещение для учёбы. Это школа. Здесь тоже нужно думать о смысле жизни. С высоты Терема считалось с высоты облаков, раньше осматривали окружающую местность. Разглядывали, кто что делает и как что на свете делается. А по ночам из Верхнего Терема смотрели на звёзды. Смотрели, что делается там. Вообще главными, основополагающими знаниями об устройстве мира, раньше были знания о небе, о звёздах и о небесных телах. Для того, чтобы смотреть на тёмное небо, нужно, чтобы в Тереме было темно, чтобы в нём было сумрачно. Правда, учебный Верхний Терем назывался не Терем, а Теремок. Не случайно в сказках, на которых все дети учились житейской мудрости, всегда рассказывали про Терем-Теремок и о его обитателях. И сказки детям мы до сих пор рассказываем вечерами, перед сном, в темноте, с каким-нибудь слабым светильником. От слова Терем происходит слово Театр. Собственно, театром называется только Зрительный Зал. Он – самое главное. Всё остальное в Театре пристроено к Зрительному Залу. В Зрительном Зале Театра тоже должно быть темно. Его окна могут хорошо завешиваться. Из Зрительного Зала должно быть хорошо видно, что происходит на светлой сцене. Все пьесы в Театре должны быть нравоучительными и назидательными. Театр – это тоже Школа. Театр – это большой-пребольшой Теремок. Большой-пребольшой учебный класс. И представления в Театре тоже даются вечером. – Бывает до самой ночи. – Сейчас Теремом называют хорошо, ладно построенный большой жилой дом. К слову Терем имеют прямое отношение русское слово Тепло и не совсем русское слово Температура. Терем – это помещение, в котором есть печь. И в Тереме всегда тепло и летом и зимой. В культовых многоуровневых зданиях тот этаж, который является Теремком, то есть верхним Теремом, стоит на том этаже, который является Храмом. Верхний Терем – это следующий этаж над Храмом. На чертогах стоят Хоромы, а на Хоромах стоят Терема. Слово Тёмный – Темно и Темнота – одного извода со словом Темень. А ещё у всех этих Тёмных слов есть слово Тент. Тент – это парусиновый навес для защиты от солнца и дождя. Немного нерусское слово Тент тоже происходит от слова Тень. Парусиновый. А ведь парусиной называется Шкура – Быка или Корова. Парусина называется парусиной от старого названия – Быка и Коровы. Бык и Корова раньше назывались Пар и Пара. Паруса для кораблей раньше делали из коровьих шкур. То есть, из парусины. И вот тут надо вам сказать, дорогие, уважаемые наши друзья, что в Ясне, или если кому удобнее звать её по-другому, в Матрице, Телец, то есть Бык и Корова, Числа, стоят под номером Четыре. А из чисел, там же, где стоит Число Четыре, в Ясне стоят Числа Сто, Тысяча, Десять Тысяч, Сто Тысяч, Миллион и т.д. Все числа, которые есть Единица с любым количеством нулей. Все, кроме Десятки. В этом нетрудно убедиться. И ещё. Само понятие Тень в Ясне стоит там же, под номером Четыре. Оно стоит там вместе с Быком, с Коровой, с Парусиной, с Парусиновым Тентом и со всеми единицами с нулями. Со всеми, кроме Десятки. Слова Телец, Телица, Телок и Тёлка есть слова одного извода со словами Тень, Темень и Тьма. Именно по этой причине у многих народов слово Тьма связано с числами Сто, Тысяча, Десять Тысяч и т.д. Все мы с вами знаем, что Тьмой называется число Десять Тысяч. И что командует таким количеством воин военно-начальник, который называется Темник. А что касается Парусиного Тента, то самый частый окрас Шкуры Быка и Коровы – это Белый с Чёрными Пятнами, или Чёрный с Пятнами Белыми. То есть, Корова как бы покрыта Пятнами Тени. И вообще, Телец есть символ Тени и Тьмы. А если помните, уважаемые наши друзья, страшное чудовище, Человек-бык, страшный Минотавр, сидит в тёмном-притёмном лабиринте, сидит, ждёт человеческих жертв, человеческих жертв, человеческих жертв и ждёт Теселя. Мы говорим – Тень собою накрывает. То есть, Тень собою что-либо кроет и в себе что-либо скрывает. Что-то находится под Покровом. Что-то кроется в Тени. Слово Тень состоит в одном изводе со словами Телец и Телеца. А слово Крыть – Скрывать, Укрытие и Покров – все они состоят в одном изводе со словом Корова. У Коровы есть Кров. Корова даёт человеку не только Тень своей Шкуры. В прошлом корова давала Дому Кров, в том смысле, что она давала ему Молоко – один из основных продуктов питания. А может быть, и основной. Тень от летящих облаков бежит по земле. А облако есть дойная корова, которая доится дождём. Так говорят древние индийские веды. И так же раньше говорили наши предки. От дождя нужно спрятаться под крышей, под кровлей или в укромном месте. Облако, по-другому по-русски, называется Туман. Слово Туман тоже одного извода со словами Тень и Тьма. Туман ведь тоже собой накрывает, всё в себе скрывает. Мы сейчас так говорим – что-то ты Тумана напустил. То есть, что-то скрыл или что-то сказал так, что понять ничего нельзя. Ну вот, из всего всякого тёмного у нас остался, пожалуй, только Трюм. Трюм корабля. Трюм – слово не русское. Но оно, конечно, родственно русским словам – Тьма и Тюрьма. В Трюме корабля окон нет. И там так же темно, как в подвале, как в подземной темнице. И если на корабле нужно было кого-то запереть, его запирали в Трюме. Да… Темницу-то ведь… То есть, Тюрьму называли ещё и Кутузкой. Мы и сейчас, бывает, так её называем. Исходно Кутузкой называется Будка для собаки – Конура. Дворовая сторожевая собака, как бы арестована, сидит на цепи и живёт в своём домике, который сейчас называется Будка. Собачья Будка называется Кутузкой от старого русского названия собаки – Туз. Или, если его не сокращать – Тадж. Сейчас у нас нет таких слов. Но мы все знаем, помним кличку для маленьких собачек – Тузик. И знаем, что в игральных картах карты Туз всех мастей иногда рисуются с наборами охотничьих приспособлений и с разнообразной охотничьей добычей. И от слова Туз происходят слова Тасовать карты. А ещё жить в собачьей будке по-русски называется Тужить. Вот собака там и служит, тужит. Сейчас слово Туз в значении собака осталось только на Востоке. На Востоке степная охотничья собака называется Тазы с ударением на Ы. Так в Средней Азии называется охотничья Парзая. И ещё. Мы знаем слово Тусовка. Оно сейчас в городах довольно часто употребляется. Слово Тусовка тоже происходит от слова Туз. Тусовкой раньше называли весеннее сборище собак. По весне вольные собаки собираются в стайки, в которых они выбирают себе друзей и подруг. Все вместе дружно туда-сюда бегают и иногда устраивают потасовки. От слова Туз происходит другое название собаки – Кутуз или Кутуза. Слово Кутуза при правильном сокращении есть Кутия. От слова Кутия происходит слово Кутёнок. Так по сей день мы иногда называем Щенков. Тусовка от слова Кутия по-другому называется Кутирьма. А Тусоваться называется Кутить. Собака – очень важное для прошлой жизни животное. Очень важное. Собака и на пастбище Большой Помощник, и на охоте, и как сторож она незаменима во дворе. Поэтому у этого животного очень много названий. … Вот чего не помнят сейчас люди, так это того, что Икры ног раньше считались, назывались Лягушками. Да, Икры ног – это Лягушки. Часть ноги от коленного сустава до ступни, по-русски называется Голень. А сзади на Голени – Мышца Лягушка. Должно быть, вы помните, дорогие друзья, что если Икры ног называть Овощами, то они называются Правая – Баклажан, а Левая – Кабачок. А если их называть Ёмкостями для Жидкости, то они называются Правая – Бутылка, а Левая – Фляжка. Слово Фляга есть сокращение слова Флегуха. Уменьшительный вид слова Фляга есть Фляжка. А если сделать по правилам уменьшительное слово от слова Флегуха, то получится слово Флягушка. И если слово Флягушка начальную славу Ф не читать, то получится Лягушка. Лягушка – это маленькая Лягуха. Икроножная мышца Лягушка пружинит стопу ноги при ходьбе и человек прыгает, в основном за счёт усилий мышцы Лягушки. Однако вместе с тем Икры ног назывались Собаками. Да, Лягушка и Собака – это очень разные животные, совсем не похожие друг на друга. Дело в том, что Икра Ноги называется Лягушкой впрямую, а Собака – это её косвенное название. Такое название она получила от того, что Впрямую Собакой вызывается Голень. То есть, спереди Голень есть Собака, а сзади она только как бы Собака. Так получается из-за того, что так устроено ясно. И об этом устройстве ясно, я немного скажу попозже. Кстати, на Голени Ноги спереди почти нет мышц. И кость Голени почти совсем Голая. Она как бы обглодана. Она как бы обглодана Собакой. Если Собака кусала человека за Икру ноги, то это называлось Собака с Собакой пособачились. Собака укусила Собаку. Люди раньше говорили – Ноги Собаки устали, не хотят ходить, не хотят служить… По-другому, по-старому. Икры ног назывались Волчки. Люди говаривали – Весь день на ногах Волчком крутился-вертелся, ели Ноги Волоку. Слово Юла происходит от слова Вить, Виться, и оно, конечно, имеет отношение к словам Волчок и Собака. Голени ног раньше одевали по-разному. Особым образом их оборачивали, обматывали чем-то. Или их особым образом Кутали. Слово Кутать означает Обворачивать, Заворачивать. Эти слова происходят от названия Собаки Кутия. А Кутия, то есть Собака, есть Символ Суеты, Символ Вращения на месте. Одна из забав многих Собак – Кружиться на месте, пытаться зубами поймать свой собственный Хвост. Голени по-всякому кутали и обматывали. И носили разную обувь с Высоким Верхом . Такая обувь называется Анлучи или Сапоги. На самом деле, Сапогом называли только ту часть обуви, которая покрывала икру ноги. Ещё эта часть называется Труба или Цевка. Изначально Сапогом называется Высокий Ботинок с Верхом. Такой Ботинок так называли как раз за то, что у него есть Верх. По-другому сказать, Сапогом называется Высокий Ботинок с Трубой на нём. Слова Сапог и Собака – слова одного извода. Сапог есть упрощение слова Псапог или Щубака. А Собака есть упрощение слова Псапака или Щубака – Щербака. Да, нужно ещё сказать, что Голени Ног назывались раньше тоже по-разному. Только правая Голень называлась Туза. Левая же Икра называлась Кантуза или сокращенно Кутуза. И Сапоги на них тоже назывались по-разному. Правый Сапог Труба назывался Голенище, а Кутузой назывался Сапог Левый. Поэтому Голени Ног, то есть Собаки, так раньше считалось, сидели одна в Кутузе, а другая – в Кутузке. Мы до сих пор так говорим – Нога в Обуви хорошо сидит. Кстати, Голенью ещё называют часть Ствола Дерева – от Комля до её первых веток. На Голени Дерева веток нет, и поэтому она голая. На этой голой части Ствола на Голени бывает выступает древесная смола. Голень как бы покрыта выступающими кусочками смолы. То есть, смола покрывает Голень. Для названия того, что покрывает Голень, к слову Голень, в спереди приставка С или СО. Слово СГОЛЕНЬ по старым правилам русского языка читается СМОЛЕНЬ. Отсюда и происходит само слово СМОЛА. Лес, в котором много деревьев со смолой на стволах, называется СМОЛЯНОЙ ЛЕС. Или СМОЛЬНЫЙ ЛЕС. Или СМОЛИЙ. Да. Правильно. По-другому Смола деревьев ещё называется ЖИВИЦА. ЖИВИЦА – это как бы жир дерева. Было время, в старину, с самого-самого начала, на заре артиллерии, пушки делали не из металла, а из стволов таких деревьев. И стреляли, то есть, шмаляли из этих пушек смазанными смолой камнями. Поэтому на гербе города Смоленска изображена пушка в зелёном поле с петухом огнём на ней от поднесённого к фитилю факела. Однако потихоньку-потихоньку мы с вами увлеклись и очень уж отдалились от рассказа о Тене. А ведь о Тене нужно вам сказать ещё кое-что. Раньше, в прошлом, и мужчины, и женщины так одевались, что их верхняя одежда закрывала ноги только до колен. А голени ног одевали отдельно. Голени ног находились в Тене верхней одежды, то есть, они находились как бы в темнице у тела. А стопы ног в обуви из этой Тени выходили и были по возможности нарядными. В Тене были только голени без ступней. Поэтому раньше голени ног были так связаны с понятиями Тьма, Темница, Тюрьма и Кутузка. Теперь немного о Тьме на Кораблях. Поясни, лицо человека соответствует палубе. Палубе корабля. Поэтому матросы её постоянно с усердием начищают. Лицо корабля ведь должно быть чистым. Грудь человека соответствует подпалубным живым помещениям. Здесь находится сердце корабля. Кают компании. И здесь находятся все каюты. А животу соответствует Трюм корабля. Голени ног – это самый низ Трюма корабля. Поэтому я уже об этом говорил. Если кого на корабле нужно было запереть, его запирали именно в Трюме. Самый-самый низ корабля и его днища соответствует ступням ног. Поэтому моряки говорят, что судно не плавает в море. А судно по морю идёт. Суда по морям не плавают, а ходят. А не ходят по ним своими ногами. Наконец, продолжая рассказывать о Тьме и Тени, можно немного рассказать ей о Древнем Нулевом Меридиане. Когда-то, в предавней давности, считали, что граница между Вчера и Завтра проходила примерно вдоль нижнего течения реки Волги. В те времена это было связано с особенностями знаний о небе и о движении небесных светил. По происходящему на ночном небе особым образом определялось, где проходит Нулевой Меридиан. Правда, раньше его называли просто Меридиан и всё. Считалось, что все, кто живут восточнее этого Меридиана, жили в Тени. А все, кто жил западнее от него, считали, что они живут на свету. На свете или в свете. Население, живущее на Теневой стороне земли, называли Тюрками. Слово Тюрки имеет это отношение к словам Тень, Тьма и Темень. Разумеется, речь не шла о каких-либо тюрьмах или заточениях. Речь шла только о жизни людей на разных землях, под разными небесами. Речь шла, можно сказать, о географии. Тюрками называли жителей восточной половины земли. Со временем, разделяющие земли Меридиан смещался к Западу. Он всегда смещается к Западу, так устроены небеса. Вместе с этим Меридианом на Запад шли и Тюрки. Когда Меридиан дошёл до Балтики и до Чёрного моря, Тюрки пришли в Анатолию и заселили её. Сейчас по-русски эта страна называется Турция. К слову Тюрки и ко всем Теневым словам имеют отношение названия многих стран, земель и городов. Например, город Тюмин, полоостров Тамань, страны Туркмения и Турция. Кстати, все мы с вами знаем, как называется особый сосуд для варки кофе. Он называется Турка. Кофе – национальный напиток в Турции. Готовить и пить кофе – национальная традиция Турок. Кофе, приготовленный по-турецки, один из самых популярных рецептов в мире. Если посмотреть на ногу сзади, то Турка имеет форму пятки с расширяющейся частью, тиростропом, в сторону икры. И кофе – это довольно тёмный напиток. Да, вот таким вот образом. Мы начали с вами с дерева, которое отбрасывает тень, а пришли к Турке, в которой варят кофе. Но о тени ещё не всё. О ней нужно рассказывать дальше… Однако, сначала нужно немножко рассказать о Теневом Пятне. Пятно Тени всегда повторяет контур освещаемого тела. Поэтому слово Пятно Тени связано со словами и понятиями Двойник и Призрак. Изначально слово Призрак означало Теневое Пятно. Теневое Пятно от любой Вещи называлось Призраком этой Вещи. Призрак ведь неотделим от Вещи. Он всегда при ней. И он всегда ходит с ней рядом. Всякая Вещь есть нечто видимое, нечто зримое. А Тень от неё есть нечто Призримое. То есть, Тень есть нечто, находящееся при чём-либо, при чём-либо зримом. То есть, одним словом – Призрак. Теневое Пятно от человека, то есть его Призрак, тоже всегда при нём. И оно, разумеется, тоже всегда ходит рядом с человеком. А теперь, уважаемые друзья, посмотрите, пожалуйста, внимательно, как всё происходит на Небесах. Светит Солнце, на Пути Солнечных Лучей находятся Облака. И Облака со стороны Солнца освещены. Часть Лучей проникает в само Облако и согревает его. А основная их часть Облаком отражается. И отражённые Лучи отходят от него куда-то вверх. Сквозь Облако Свет не проходит. И нижняя поверхность Облака темна. От нижней поверхности Облака отходит Тень. Эта Тень доходит до самой Земли и оставляет на ней Теневое Пятно. Мы говорим – Облако отбрасывает на Землю свою Тень. Так же всё происходит со всеми Животными. Во всяком случае, так происходит с ними, ну, почти всегда. Солнце светит на спину Животного. Ведь почти все Животные своей спиной почти всегда обращены к Небу и к Солнцу. Спины Животных греются на Солнышке. Но какая-то часть Солнечных Лучей их спинами отражается. Животное от своей тёплой спины греется, но снизу Животное не освещено. Тёмный низ Животного отбрасывает на Землю его Тень. И эта Тень Животного всегда движется вместе с Ним. Так же всё происходит и с Человеком. Человек редко подставляет Солнцу своё лицо. Ведь днём, в основном, Солнце находится высоко в небе. И смотреть на него можно только в самом начале Восхода и в конце вечерней Зари. Солнце сверху светит на голову, на плечи, на спину и на заднюю поверхность ног. В общем, светит оно сверху и сзади. А спереди Света нет. И здесь неосвещённая сторона. Тёмная. Вся неосвещённая сторона Тела отбрасывает на Землю Тень, которая всегда доходит рядом с Человеком. Так вот… Поясни, Волосы на голове – это сами Солнечные Лучи. И эти Лучи светят прямо на Теме Человека, упираются в него. Лицо Человека соответствует Толщи Облака. Его Грудь соответствует Нижней, Темной Поверхности Облака. Его Живот соответствует Тени, идущей от Человека к Земле. А Теневое Пятно на Земле – это есть Верхняя Поверхность Стопы Его Ноги. Здесь нужно заметить, что пояснив, Верхняя Поверхность Стоп Обеих Ног полностью соответствует Половым Органам. Таково строение тела всех Животных, ну и также устроено Тело Человека. Это соответствие есть очень-очень важное обстоятельство устройства всякого Живого Тела. Конечно, Облако иногда бывает Тонким. Случается, что Лучи Солнца проникают сквозь это Тонкое Облако, и Оно, это Облако, проясняется. Так же мы говорим и о лице. Лицо сумрачное, смурное или тёмное. Человек ходит хмурый, как туча, а в туче – вода, вода, вода. Но его лицо может и проясниться. И тогда оно светлое, радостное, оно просветлённое. И тень от него будет слабой. И дождя не будет. Грудь – это то, что отбрасывает тень. Живот – это сама тень, а поверхность стопы ноги – это теневое пятно. Облако обращено лицом к земле, а к солнцу – спиной. И человек, так же, как облако – лицом обращён к земле, а спиной – к солнцу. Получается, внешняя сторона всякого тела – живого и неживого – отражает свет, а внутренняя его сторона – отбрасывает тень. Кстати, другое русское название Облако – Хмура. Сейчас слова Хмура, Хмуры и Хмурья языки остались, но изначальные значения уже забыты. Зато слова Хмура или Хмара в значении Облако остались у других славян. Небо нахмурилось, значит его заволокло, затянуло облаками. К тому же ещё мы помним, что Облако по-другому, по-русски, называется Пробел. Ведь Белое Облако на Синем Неве на самом деле есть Пробел. Об этом рассказывал подробно в одном из уроков Виталия Владимирович Сундакова. Так вот, слово Облако есть сокращение по правилам состава слов Пробел и Дуга. И слово Облако состоит в одном изводе со словом Белый. По слогам – О-БЕ-ЛА-КО. И, кстати, ещё. Мы сейчас так говорим – Дерево отбрасывает Тень. Человек отбрасывает Тень. Мы так говорим потому, что мы на самом деле всё отбрасываем внутренними поверхностями Рук и Ног. Внутренней поверхностью Руки, то есть Ладонью, мы что-то кидаем или бросаем или отбрасываем. А внешней стороной Руки, то есть тыльной стороной Кисти, мы всё отшвыриваем или швыряем. Так же и Ногой. Внутренней стороной Стопы мы что-то бросаем, а внешней её стороной мы что-то отшвыриваем. Когда мы кого-то от себя отталкиваем, то мы его бросаем. А отталкиваем, бросаем мы её ладонями и грудью. Когда Защитники Крепости отбивают атаку врага, стоят грудью за свои позиции, мы про них говорим – Защитники Крепости встали грудью и отбросили врага. Живот человека соответствует его Теню. Да и вообще, живот любого животного тоже соответствует его Теню. Нижняя поверхность Облака является Источником Тени. Именно от неё Тень и начинается. Значит, Источником Тени является Грудь любого Животного. Грудь отбрасывает Тень. Тень отходит от Груди и заканчивается Теневым Пятном на Земле. Пятно Тени запирает саму Тень. Теневое Пятно соответствует подъём стопы ноги и половым органам. И значит, подъём ноги и половые органы запирают Тень. Таким образом, Тень сидит заперти в животе. Тень человека имеет прямое отношение к Духу человека и к его Душе. Дело в том, что Дух и Душа – это разные понятия. Несмотря на то, что все давным-давно забыли об этом. И многие считают, что Дух и Душа есть немного разные названия чего-то одного и того же. Раньше люди разницу между Духом и Душой очень хорошо понимали. Они знали, что Дух – это нечто связанное с жизнью. А Душа – это нечто связанное с совестью. Или сама по себе совестью. Можно сказать, что Дух командует телом и жизнью. А Душа – это их Вдохновитель, их Комиссар. Дух человека заключён в его животе, его чреве. Духу соответствует живот, а Душа прячется в голове. И это есть особая часть головного мозга, находящаяся в самой его глубине. В ясне – тень от тела человека соответствует его животу. Да, здесь бы нужно сказать ещё и о том, что такое тело человека. Исходно телом человека считалось не всё его тело в современном понимании. Его живот, спина, руки, ноги, голова, а только его сам живот. И всё. К животу примыкают передняя сторона ног, включая переднюю поверхность голени, и внутренняя сторона рук. Всё остальное – это не тело. У всех остальных частей организма есть свои собственные названия. Итак, Живот есть Дух. В Животе кроются Духи, Черти, Джинны и прочая нечисть. И как-то они там все уживаются. Может быть потому, что они все есть одно и то же? И всех их забирает там, в Животе, – Жизнь. Жизнь есть Печать. Само русское слово Жизнь сейчас заканчивается на Н с мягким знаком. Но исходно на этом месте стояла не Н, а буква Ижица, которая в зависимости от обстоятельств могла читаться как И, как Н или как В. Поэтому в правильном сокращении слово Жизнь есть слово Жена, Жева или, если Ж читать как Е, то Ева. Таким образом, слово Жизнь, Жена и Имя Ева есть одно и то же слово, но по-разному прочитанное. Теневое пятно есть не сама пробка, запирающая Духов, а только её поверхность. Сама же пробка есть некоторая толща Земли, на которую не падают солнечные лучи, и которая поэтому не согревается, не прогревается. По язне, по частям организма человека, самой пробкой, запирающей Духов, являются нижние поверхности стоп-ног. То есть, самой пробкой является та сторона стопы, которой мы ходим по Земле. Для пояснения всего мною сказанного, давайте-ка, уважаемые друзья, ещё раз посмотрим внимательно на то, как у нас всё происходит на Небесах, как там всё устроено. Итак, светит Солнце, над Землёю облака… Если в облаках есть просвет, то сквозь него к поверхности Земли идут солнечные лучи. Дойдя до поверхности Земли, они прогревают Землю на какую-то глубину. В древности всем участкам Хода Солнечных Лучей были даны свои собственные названия. Все эти названия частей Хода Лучей Солнца сейчас известны как Женские Имена. Просвет в облаках называется Анастасия, или по-простому – Настя. Если в облаках просвета никакого нет, то мы это называем словом Ненастье. Если же на небе облаков вообще нет, и небо открыто, то такое положение мы можем назвать небом открытым настиж. Так же, как, например, окно или дверь. Если окно или дверь чуть приоткрыты, то мы можем заглянуть в просвет и увидеть там что-то. А если окно или дверь открыты так, что больше их не открыть, то мы говорим окно или дверь открыты настиж. Слова Анастасия, Настя, Ненастья и Настеж состоят в одном изводе со словами Настоящий и Настоящий. Самый начало столба Света, идущего к Земле, называется Голубь, или если просто – Галина. Ведь облако есть пробел в Симем Небе. А если в просвете облако видно Голубое Небо, то, видимо, участок Голубого Неба называется Голубь. Причём слово Голубь исходно есть слово женского рода – Голубь Она. Правда, сегодня Голубь мы называем Птицу, и слово Голубь у нас сегодня мужского рода. Да, просвет в облаках назывался раньше Голубь Мира. Мира между Богами и людьми. Дальше. Столб солнечных лучей, идущий от просвета в облаках и до самой Земли, называется Екатерина, или просто Катя. Участок Земли, посвящённый этим Столбом Света, светлое место, называется Елизавета, или просто Лиза. Вся глубина Земли, прогретая солнечными лучами, называется Мария, Мария, или просто Маша. И, наконец, самое дно этой глубины, до которого доходит тепло, называется Магда, или Марина. С Тенями же всё прямо обратно. Облака и разные участки Тени, одних тоже называются по-разному. И эти все их названия мы сейчас используем как мужские имена. Само облако, которое даёт Тень, можно назвать Георгием. Отсюда к Земле идут звуки грома и вспышки молний. Тёмная нижняя поверхность облака, самая вершина столба Тени, называется Пётр. Столб Тени, идущий до самой Земли, называется Александром, или просто Сашей, Шурой. Пятно Тени на Земле, называется Осип, Иосиф или Исаак. Толща Земли, которая могла бы прогреться освети её Солнце, называется Иван. Одно самой глубины этой непрогретой Земли называется Андрей. На Столб Света и Столб Тени можно посмотреть так. Женщина есть Столб Света, а Мужчина есть Столб Тени. Причём, всё пространство выше облаков называлось раньше Царство Вечного Света, здесь всегда светло, от Солнца, от Луны и от Звёзд. А всё пространство от облаков до Земли раньше называлось Тёмным Царством или Подлунным Миром. Поэтому можно, например, сказать, что Катерина есть Луч Света в Тёмном Царстве. И можно сказать, что Александр, Столб Тени, есть Александрийский Столб. Женщина Столб Света одета или облачена в облака. Ведь вокруг Столба Света и над ним находятся облака. Слово Облачение, конечно же, происходит от слова Облако. Облака, в зависимости от обстановки, имеют разнообразную окраску. Почти все цвета радуги. Почти все, кроме зелёного. Особенно нарядны облака на вечерней заре. Они нарядны как раз тогда, когда женщине нужно быть особенно нарядной и красивой. Женщина всегда облачена в красивое платье. Она должна быть яркой, заметной, красивой. И она может носить вещи всевозможных расцветок. Во всяком случае, она всегда хочет такую быть. И слово Платье тоже происходит от слова Облако. Слово Платье – это русское слово. Оно состоит в одном изводе со словами Облако, Платок, Плести и Одежда. Мужчина же – это столб Тени, одетый в свет. Ведь вокруг Столба Тени, Светло, Кругом Свет и без всяких Облаков. Поэтому Одежда Мужчин должна быть окрашена сдержанно, попроще и построже. И лучше всего вообще без цвета. Только Белый и Чёрный. Поскольку Тень есть Мужчина, и Тень соответствует Животу, в котором заперты Духи, все эти Духи есть Духи Мужского рода – Дух, Бес, Чёрт, Дьявол, Домовой, Демон, Джинн, Шайтан, да и Призрак здесь же. Кстати, слово Чёрт – слово русское, ни у кого не взятое. Незачем было людям на Руси чужих чертей собирать. Своих всегда хватает. Слово Чёрт – есть сокращение слова Чефорт, которое есть сжатое по правилам слова Манияфорт. Поскольку в ясне ноги считаются продолжением живота, можно спросить у долго отсутствующего человека – где тебя черти носят? То есть, где тебя ноги носят? Когда человек не может на что-то решиться, и у него не хватает на что-то Духу, значит, не хватает в нём чертовщинки. Нет в нём того Чёрта, который его сподвигнет на решительный шаг. Или человек не получает Пинка от своего внутреннего Дьявола. Кстати, другое русское название Живота – Омут. Слово Омут состоит в одном изводе со словами Муть, Мутить, Мучить, Мучиться и Маяться. Ведь мы маемся, так мы говорим, с Животом или мы с Животом мучаемся. В Животе находится весь Кишечник, и Кишечник переваривает пищу. Если мы что-то не то съели, и с Животом у нас непорядок, мы говорим – ой, что-то мне муторно. Живот мутит, черти нас-то мучают и всякая чертовщина. Но ещё в одном изводе со всеми словами Живота состоит ещё одно его название – Мат. С одной стороны, Матом мы называем большую мягкую подушку, ну или подстилку, а с другой – мы так называем все непотребные слова, которые вылетают из нас в минуту крайнего раздражения или неудовольствия. Этими словами мы материмся, или по-другому сказать – чертыхаемся, выражаемся, как на духу. Материмся мы, чертыхаемся, чем смягчаем остроту восприятия в неприятном положении тела. Возвращаясь к Питну Тени, можно сказать, что Пятно Тени соответствует Половым Органам. В Половой Органы есть Печать, которая в Животе, то есть в Тени, заперта вся Нечисть. Печать Жизни не даёт Духам разбежаться, распрестись, распоясаться. Но главное – у Половой Органы есть Жизнь. Пятно Тени есть Жизнь. С этим связано то, что у многих народов существует поверья о самой непосредственной связи жизни человека с его Тенью. Многие считают, что если навредить Тени Человека, это всё равно, что навредить именно Ему Самому. Поэтому многие считают, что, например, нельзя перепрыгивать через чьё-то Теневое Пятно. Перепрыгивая через чью-то Тень, ты тем самым перепрыгиваешь через жизнь человека. Нельзя топтать, например, чужую Тень. Нельзя на неё плевать и ругаться. А многие считают, что любое изображение человека, любой рисунок, кукла или вообще Омлет, его представляющий, тоже является Тенью этого человека. Поэтому для того, чтобы навредить человеку, нужно как-то навредить его изображению. Любому его изображению. Даже условному. А некоторые даже думают, что в Тень от человека можно вбить, забить осиновый кол. Уж вредить, так вредить. И ещё некоторые считают, что Тень человека может как-то от него отделиться и где-то ходить самостоятельно. Бывает, кто-то за кем-то ходит, как его Тень. И бывает, один человек может поселиться в Тени другого человека. Всё бывает. Да, не только Дух Человека Тёмин, но и, как мы часто говорим, чужая Душа Потёмкин. Ведь это несмотря на то, что, с другой стороны, Душа есть Внутренний Источник Света. И если этот Источник Света погаснет, то всё – смерть. А отогнать смерть может верная Собака. Собака тоже может ходить с Человеком, как его Тень. Она и может разогнать все недружественные Тени. Где-то в начале своего рассказа я уже упоминал, что живот и передняя поверхность ног человека соответствуют Собаке. Собака может собой заменить весь сон чертей. Собака – друг. Собака – это тот черт, который, в общем, с нами в дружеских отношениях. И который нам служит. И Большая Собака нам служит. И Собачка – маленькая. Большая – охраняет, защищает, а маленькая, если что – предупреждает, если что – развлекает и, если что – скрашивает одиночество. Помогает нам жить, не тужить. Помогает нам быть кому-то нужным. Кстати, само слово «тужить» состоит в одном изводе не только со словом «тень», «тазы» и «тузик». В одном изводе со словом «тужить» состоят слова «таз», «тужиться» и «тугой». Тужимся мы животом – это понятно. Таз, как ёмкость для воды – тоже понятно. Таз, внизу живота – это часть скелета, являющаяся опорой и костным вместилищем для кишечника и других жизненно важных органов. А вместе с ним и для всех чертей и духов. Теперь и это понятно. Пояс у нас находится на животе. На Поясе мы носим то, что называется Поясом и чем мы подпоясываемся. Подпоясаться можно туго. Можно свой Пояс туго затянуть. Поэтому слово «тянуть» и все слова от него производные тоже в одном изводе со словами «тень», «туго» и «тужить». И собака вечно нас куда-то тянет и тянет. И черти в своём у тратозеев именно затягивает. И телец Минотавр тоже людей к себе заманивает, затягивает. Минотавр есть олицетворение человеческой спеси и зависти. А зависть – очень тёмное чувство. Да, в начале своего рассказа я вам, уважаемые друзья, говорил, что живот и передняя сторона ног соответствуют Тельцу. Что здесь и телец, и бык, и корова. Да, так в Ясне получается. С одной стороны – здесь телец, и бык, и корова. А с другой – здесь собака или волк. Так в Ясне получается оттого, что разные народы читали Ясну по-разному. Каждый по-своему. Но Ясна на свете одна. Она для всех одна и та же. Все составные части в ней всегда следуют друг за другом. В одном и том же порядке. И этот порядок не изменен. Но вот какую из частей Ясной считать первой частью, и в какую сторону от неё считать – это зависит от так называемого Ключа Ясной. А вот Ключ Ясный, у каждого был свой. Ключей Ясной довольно много – всего двадцать четыре Ключа. Для одних народов в тени стоят Телец и Телица, а для других – там Собака. У разных народов по-разному пронумерованы полочки Ясной. У одних на четвёртой полке находится Собака, а у других – Телец и Телица. Но Тень и для тех, и для других стоит на четвёртой полке. Вот и попадают в Тень у одних – Собака, а у других – Корова. Только не нужно думать, что в Ясне существует какой-то произвол – хочу так, считаю, хочу эдак. Нет. Ключ Ясный – сложное понятие. И о нём не в таких рассказах и лекциях. Это очень специальный раздел знаний. К слову сказать, корову мы по-другому называем скотиной. Скотом мы называем множество овец, коз, быков и коров. Пасти скот – одно из древнейших занятий человека. Слово скот – слово из греческого языка. Ну, или из языка, считающегося греческим. Считающегося языком неких древних греков. Русское слово Греция есть сжатое по правилам слово. В меньшем сжатии оно есть слово Германеция. А слово Грек по-другому есть Германик с ударением на Ик. Эллада Греции не является. Эллада – это Эллада, а Греция – это Греция. Слова Грек, Греция и Германия состоят в одном изводе. Вместе с ними в том же изводе стоит слово Крым. Из-за этого существует теория о том, что полуостров Крым является прародиной германцев. Историю народов писали немцы-германцы. Так в мире сложилось. Так сложилось в науке. Науку вообще изобрели немцы-германцы. И сама история, как некая наука, тоже изобретена немцами-германцами. И наука о происхождении слов, этимологию, тоже изобрели они. Поэтому немцы стали приписывать создание исторических трудов древним греков. И написаны все труды этих древних греков, ну, разумеется, на греческом языке. Слово Тень на греческом языке есть слово примерно Скиа с ударением на А. Также и слово Тьма тоже Скиа. Немного по-другому Тьма – это Скатаде с ударением на А. Затенение на греческом Скиаси с ударением на И. В общем, все слова со значением Тёмной – примерно такие же. Их основа Скиа. Скифы историками названы Скифами потому, что это люди, которые жили восточнее древнего Нулевого Мелидиана. И главным занятием всех Скифов, так считается, было животноводство. Скифы жили тем, что пасли овец, коз и коров. Скифы скитались, кочевали по безбрежной тьме, жили в кочевьях и пасли там свой скот. Дело ещё и в том, что по-гречески одно из значений слова Скатаде – Животное, ещё одно его значение – Живот, и ещё одно – Немой, то есть Бессловесный. Слово Животное – есть слово Прилагательное, которое по правилам русского языка, мы используем как Прилагательное и как Существительное. Слово Животное – есть Прилагательное от слова Живот. Оно образовано от слова Живот так же, как слова Листовой, Круговой и Земляной, образованные соответственно от слов Лист, Круг и Земля. С другой стороны – Живот есть Тень, то есть Живот есть Скиа. Поэтому слова Животное и Скот происходят от слова Живот. Приручённое или домашнее Животное ходит с человеком, как его Тень. С третьей стороны – Слово Скот – есть Слово Русское. И оно есть Слово Одного Извода со словом Живот. Слово Скот – есть упрощение слова примерно Скихот. Но над буквой К и над слабой буквой Х должны стать особые знаки сокращений. И с ними оно читается Живот. В русском языке все Животные называются Животными от того, что у них есть Дух и в них есть Душа. А Дух – это Живот. И Живот есть Тень, Тьма, Темень и так далее, и так далее. Кроме всего этого – Скифы – это давняя история, это древность древучая. О давней истории древность есть Тьма, то есть Скиа. Древность – Тьма и Скифы – Тьма не меньшая. И о Тени, пожалуй, всё. Теперь можно ненадолго вернуться к тому, с чего мы начали. Итак… Светит Солнце, солнечный день, в поле стоит Дерево и отбрасывает на Землю Тень, в которую можно Путнику укрыться. Понятно, что такое Тень и понятно, почему мы говорим, что Дерево её отбрасывает. Тень всегда находится в противоположной стороне от Солнца. Ангелы Света всегда борются с обитателями Тьмы. Солнце высоко, Тень маленькая, короткая. Солнце стоит низко, Тень большая, длинная. Тень всегда зависит от того, где находится Источник Света. Но у Дерева есть не только Тень, в которой можно укрыться от Жары или от ненужных глаз. У Дерева есть ещё и Сень. Сенью Дерево называется совокупность всех Ведок. Ведочек и, главное, листьев на нём. Все листья Дерева – это его Сень. Под Сенью Дерево тоже можно укрыться. Но под Сенью можно укрыться не только от Лучей Солнца, но и от Дождя. Находиться под Сенью Дерево означает находиться прямо под ним, под его листьями. Сень Дерева даёт и Тень, и укрытие от Дождя. В некотором смысле Сень есть Крыша. И мы не говорим, что мы находимся в Сене Дерева. Мы говорим, что находимся под его Сенью. Под… Если сравнивать Листву Дерева, то есть Сень, с Облаками, то вся его Листва соответствует толще Облака. А по телу Человека Сень соответствует Лицу. Листва Дерева – это его Лицо. Плодов на нём может и не быть, но по его Листьям всегда можно сказать, что это за Дерево. Так же, как Человека, можно всегда опознать по его Лицу. В слове Листь сейчас не произносится буква П. Исходно он называется Липст или более полно Лиепест. И слово Липст состоит в одном изводе со словами Лепесток и Липить. Буква П – буква Славая и в произношении она опускается. Ещё слово Листь состоит в одном изводе со словом Лицо. В слове Лицо мы сейчас тоже не произносим буквой П. Исходно от слова Лицо есть Липцо или более полно Липецо. От слов Липст и Липцо происходит русское название среднего месяца Лето – Липень или немного по-другому Липецо. Ещё одно древнее название Листа есть Слово Синья. Слово Синья есть сокращение по правилам слова Стоупения. Меньше его сокращения есть слово Смена. Да, какое-то корявое, нескладное слово Стоупения, да им и не пользовались никогда. Каждый год дерево осенью сбрасывает свою листву, а по весне обзаводится листвой новой. Каждый год оно одну листву меняет на другую. Отошла осенью одна листва, а смену ей идёт листва новая, весенняя. Русские слова Весна и Осень происходят от слова Смена. Слово Весна – сокращение слова Весемна. А слово Осень есть небольшое сокращение от слова Осени. То есть, весной листья пошли в смену, а осенью они осменились, осыпались. От слова Стоупения происходит слово Степень. В зависимости от времени дерево покрыто листьями в разной степени. Весной листья вначале малы, и только потом дерево оденется полностью, в полную степень. Оно одевается постепенно. А осенью дерево сбрасывает листву тоже, постепенно, не разом. С каждым днём степень его одетости падает и падает, и так, пока оно не разденется до гола. Словом Сена мы сейчас называем Скошенную Траву. Мы косим Траву и заготавливаем Сено на Зиму. Сено мы сейчас называем только Листья Травы. О том, что Листья Деревьев тоже есть Сено, мы уже забыли. Листья одного дерева все вместе называются Сток Дерева. Слово Сток происходит от слова Стоупения. Полисток – это собрание Сена, гора Сена, гора Скошенной Травы. По-другому эта гора называется Скирда. Слово Солома – слово родственное, слово Сено. Листья растений вместе с веточками, на которых они растут, называются Сено и Солома. А земля, покрытая Травой, по-русски, называется Степью. Степь – еще одно русское слово, одного из слов, со словами Сень, Сток, Ступень, Степень и Постепенно. И Степь – это то, где когда-то жили, кочевали степняки Скифы. Со свойственной им Степенностью они постепенно, постепенно сошли со своих Бесконечных Степей и сошли наонец со стороны с Бесконечной Историей. Сейчас Птицу мы называем Птицей, а Птичку называем Птичкой. Но у Птицы и Птички в древности были и другие их названия. Птица называлась Игла, а Птичка называлась Иголка. Причем Иголкой назывался не Острый Клювик Птички, а Вся Птичка-Невеличка. Клювик же считался только Остриём этой самой Иголки. С Большой Птицей всё абсолютно так же. В слове Игла на месте буквы Г раньше стояла буква, которой сейчас в нашей Азбуке уже нет. И которая в одних словах стала читаться как буква Г, а в других в сочетании с буквой Ижица как буква К. Игла. Поэтому мы сейчас не говорим Иголка Голит. Мы говорим, что она Колит. И не Глюв, а Клюв. Слово Игла есть сокращение слова примерно Гинхла или Герингхла. От этого слова происходит английское слово Игл со значением Орёл и немецкая фамилия Геринг. Нелегко в листве дерева найти птичку, которая там поёт, щебечет. То есть, по-другому сказать, нелегко с тобой сено искать маленькую Иголку. Сейчас, когда столом считается только груда Травы, предполагается, что Иголку потеряли именно в ней. Но ведь понятно, что швейной Иголке там никак не оказаться и там её не ищут. Совсем другое дело, что Иголкой что-то шьют. Считалось, что птицы при строительстве Гнезда своим клювом сшивают веточки и листья. А люди, когда шьют одежду, Иголкой сшивают один к другому листы, ткани… Кстати, как всё в мире – переплетается и сшивается. Кто у нас всё ищет? Собака. Собака в раскладке Ясный стоит под номером восемь. На иврите слово восемь – Шмоне с ударением на О. От этого происходит сленговое слово Шмонать в значении Искать. Но в русском языке есть другое слово в значении Искать. Это слово Шукать. Русское слово Шукать есть упрощение исходного слова. И оно состоит в одном изводе со словом Шмыгать. А слово Шмыгать означает резко носом вдыхать. Ну, так, как это делает собака, когда что-то ищет. Поэтому Собака по-старому, по-другому, называется Шмыга. Мы же все знаем, что такое Шмыгать носом. Правда? Шмыг-шмыг-шмыг носом. Слово Шмыг – это есть звукоподражание. Причём это русское звукоподражание. В других языках оно совсем другое. От этого Шмыг происходит ещё два слова в значении Искать. Слова Шнырять и Шарить. От слова Шарить происходят в прошлом часто используемые клички для собак – Шарик и Жучка. Да, много уже сегодня всякого сказано, но нужно же сказать, что такое Сени. Со одной стороны, это просто. В каждой ветвь дерева с листьями есть отдельная Сень. Можно сидеть не под Сенью всего дерева, а только под Сенью одной из его ветвей. У дерева ветвей много и растут они в разные стороны, поэтому одна ветвь дерева – это одна Сень, а множество ветвей – несколько Сеней. И несколько Сеней есть Сени. Получается, что вся Сень дерева есть несколько Сеней, расположенных вокруг него. Сени – это множественное число от слова Сени. С другой стороны, Сени – это части жилого дома. Помните, как это Иван Андреевич Крылова в басне «Стрекоза и муравей»? Как под каждым ей кустом был готов и стол, и дом. Так вот, что касается дерева, то в старину местом для жилья, то есть домом у наших предков, считалась, называлась вся земля, которая находится под Сенью дерева. То есть, это есть земля, примыкающая к дереву. На этой земле под Сенью дерева можно было жить. А вся вокруг земля, примыкающая к Жилой Зоне, называлась дворы. Каждый двор вокруг дерева – это участок земли, как-то выделенный, какими-то неровностями. Вот эти дворы, расположенные вокруг дерева, по-другому и называются Сени. То есть, земля вокруг жилого пространства дерева соответствует его Сеням. Сени окружают дом. А вот это соответствие просто так объяснить нельзя. Объясняется это только в Ясне. Для этого нужно изучать Ясну вообще и нужно изучать Ясну дерева в частности. Вот в ней всё просто. А если вам Ясную не изучать, уважаемые друзья, то вам остаётся только верить нам на слово. Ясна – это то, чему мы учим в нашей Школе, в нашем Институте Ясна. Конечно, в одном большом дворе может стоять несколько деревьев со своими домами. А к одному дворику можно пристроить ещё один дом, с другой его стороны. То есть, у одной Сени может быть два дома. По всему поэтому небольшую прихожую комнатку перед жилой частью дома называют Сени или Сенцы. Сенцы – это маленькие Сени. Сени – это комнатка, состоящая из нескольких двориков. Одна Сени – для одежды, другая – для обуви, третья – попить воды, четвёртая – здесь можно привести себя в порядок. А все эти Сени вместе и есть Сени. А ещё бывает Сенями. Называется небольшое помещение между двумя частями жилого дома. От слова Сени происходят слова Посещение и Посещать. Посещать кого-либо означает приходить к нему домой. То есть, заходить к нему за Сени. Как выходим мы из дома, из Сеней, да на крыльцо, первое, что делаем – оглядываем небеса. Смотрим, не пойдёт ли дождь или смотрим, как скоро он кончится. Главное, на что люди всегда смотрели с интересом и где постоянно что-то происходило – это облака на небе. Сень соответствует толще облака. То есть, по-простому, Сень – это облако. А облако, если помните, уважаемые друзья, поясни, соответствует Школе. Облака в небе кружатся, всё летят куда-то, то разрываются, то спыкаются, то плевают дождём, то не разбегутся, то раскрасятся, то среди них встанет радуга. Красота. Но, может, в небе, в облаках что-то привидится, что-то покажется. Можно в них увидеть что-то или кого-то. А может, какое-то сложение, какой-то поворот, заворот облаков натолкнёт на какую-то полезную мысль. Вот это и называется осенило. Осенить может и по-другому. Можно смотреть не на облака, а на листву деревьев. Там тоже можно увидеть всякое. А можно просто сидеть под яблами и дождаться, когда яблоко из сени попадёт тебе прямо на голову. И тогда осеннего. А если с этим в голову пришла хорошая мысль, нужно воскликнуть – Эврика! В общем, всякие Эврики бывают в жизни. Всякие. Всякое может в небесах да в деревьях привидеться или показаться. А мы говорим, когда кажется – креститься нужно. Так говорят от того, что крестом, исходно, называлась ветвь дерева – синий. Ветвь, правда, тогда называлась крепст. И веточки назывались крепинами, крепинками и крепиночками. Все они прикрепляются к ветви – крепсту. А она, в свою очередь, крепится к стволу дерева. В крестный ход изначально люди ходили не с иконами, крестами и хоругами, а просто с ветвями деревьев. И когда им что-то мерещилось или казалось – они осеняли себя крестным знамением. Таким образом, когда смотришь к листу дерева или смотришь на облака, смотришь на крестики нолики, смотришь на крестики цветочки и на крестики звёзды. И на этом сегодня хватит. А про собак мы в будущем обязательно сделаем отдельный урок. До свидания. И ничего, ничего не бойтесь. Делаем, что должно. И будь, что будет. Будьте здоровы. Грунский 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 Продолжение следует...